Так, это уже второе видео про знак пропевания, которого у нас в русском языке нет, но есть он в японском языке. И сегодня рассмотрим примеры знак пропевания в звуках. Вот здесь, допустим, у нас первый случай, где у нас есть знак пропевания. Это первый язык типа как M, M, U, короче, он как-то задумался немножко. Вот. И здесь у нас анляйтеры, допустим, те, которые на английский язык переводили, они поступили следующим образом. Они всё это дело стёрли и перенесли место звука пониже сюда, и тем самым сделали ошибку номер один. Они испортили равновесие данной картинки. Дело в том, что у нас с правой стороны вот здесь вот много текста стоит, увесистый текст с правой стороны. С левой стороны текста меньше, то есть по весу меньше становится. Получается, что у нас идёт как бы перекос на правую сторону. Но японцы, они добавили здесь толстый большой шрифт от этих звуков, и тем самым они вернули равновесие картинки. Анляйтеры, когда вот сделали перенос звуков в другое место, они нарушили это самое равновесие. Но ладно, сейчас у нас как бы идёт речь не о равновесии в картинках, да, а всё-таки о знании пропевания. И давайте всё-таки на нём и остановимся. Значит, анляйтеры сделали следующим образом. Они пропели ЕР, потом ХМ пропели, да. Можно, конечно, его и так сделать. Но при этом, если мы оставим наш звук в этом месте, будет у нас ЕР идти, да, потом ХМ длинный такой, да, то у нас получится, во-первых, мы должны сильно наклонить этот звук. Сейчас я, наверное, покажу, как это будет должно выглядеть. ЕР, да, там у них было, сейчас я хоть по-английски напишу, секундочку. Е, Е, Р, Р, Р у них было, да. Сейчас обводочку тоже поставим, чтобы всё было прекрасно видно. Так, ЕР поставили обводочку. И вот, вот типа вот такое. Если мы поставим вместо оригинала этот звук, то у нас получится очень сильно вертикальный звук вот в таком виде. Плюс ко всему, эту штукенцию, если мы сюда поставим, этот УМ поставим, да, расширим, то у нас частично ещё теряется текстура, да, то есть, допустим, здесь у нас видно ещё, вот здесь текстурка, здесь текстурка видна, а когда мы вот такой вырастаем, то мы много картинки закрываем. Вот. А вот этот вот знак попивания, он тоненький, не сильно заметный, так сказать, и вокруг него ещё остаётся много картинки. В данном случае это не особо критично, тут как бы мало чего важного, мало важных элементов находится, которые мы здесь перекроем нашими буквами. Но тоже бывают случаи, когда мы слишком много элементов можем закрыть такой штукенции. Я попозже ещё тоже только пример покажу. Ладно. Мы как это сделали данный случай? Мы сделали вот таким вот образом. Клик, секундочку, нужно вот это выключить. То есть, мы оставили наши японские... Ой, секундочку, я не так сделала. Ctrl-Z. Мы оставили наши японские штрихи. Вот эти вот штрихи мы оставили. И просто на просто вместо японских букв поставили русские. То есть, М. И вот этот штрих означает, что мы М пропиваем уже. Хм пропиваем тоже. Здесь стоят две буковки М, потому что в японском тоже идёт Н и Т на конце. Вот. В общем, мы данный пример решили вот таким вот образом. Пойдём дальше по примерам. Следующий пример вот такой вот опана. Да, идёт. В оригинале выглядит вот таким способом. Опана. Да, то есть, сутон. Сутон, получается. Англичане, анляйтеры, они перевели это слово как бам. Причём, сравните, пожалуйста, шрифт. Вот этот тоненький, лёгкий шрифт. И вот этот вот жирный, массивный шрифт. Он уже явно, что там не ту интонацию выражает, которая была вот здесь. Плюс ко всему, они не учли пропивание никакое вообще. То есть, здесь у нас есть пропивание. В англичанском варианте пропивания нет никакого. У нас это дело выглядит опана. Причём, если без пропивания это дело поставить опана, то это будет коротенькое опана. А пропивание это будет звучать как опана. Вот как-то так вот. То есть, мы всю фразу пропиваем. Идём дальше по примерам. Здесь у нас примеры. Вжик. Примерно то же самое. Здесь, кстати говоря, можно было сделать обводку потолще. Честно говоря, когда я делала данную главу, я, видимо, очень сильно уставшая была, потому что у меня здесь довольно-таки много ошибок в тайпе происходило. Допустим, очень много делала обводок слишком узеньких. Этот самый шрифт тоже довольно-таки маленький подобрала. Ну, короче, много было ошибок у меня в тайпе. Ну, ладно, вы меня, пожалуйста, просите за это дело. Я просто, наверное, уставшая сильно была. Ладно, это вжик. У нас вжик выглядит в оригинале вот таким вот способом. В анляйтерском виде он выглядит вот так. То есть, первая буква, она явно у анляйтеров меньше по размеру. Ну, помимо того, что она должна быть потоньше. Да, шрифт сам должен быть потоньше. Она ещё и по размерам не такая. То есть, у нас все буквы одинаковые. Идёт просто на какой-то наклон. В оригинале у нас есть и наклон, а ещё и ширина букв тоже меняется. То есть, первая буква большая такая, огромная. А потом она всё меньше и меньше идёт. Ещё как бы в виде такого треугольничка небольшого. Сужение идёт небольшое. Вот. Плюс ко всему они тоже много всего закрыли. Если бы там была какая-то картинка за ним стояла бы, мы много чего из этой картинки потеряли бы. Мы в данном случае решили вот таким вот способом. Вот таким вот вжигом. Надо было обработку сделать немножко потолще, чтобы она подходила к этой терешечке, к нашему знаку пропевания. Но я сделала ошибку. Так, далее что? Следующий примерчик. Следующий примерчик у нас тут сразу несколько этих знаков пропевания на одной страничке. Сейчас покажу, как это дело сделали анляйтери. Вот это вот кья, тоненькое, маленькое пропевание. Потом дальше ших и длинное пропевание. Тут у нас идёт дзян. Дзян это что-то типа как тада или там. Ну, можно в принципе и дзян сказать. Это типа, знаете, когда там дзынь, вот так вот. То есть что-то появилось, что-то возникло. Но, в принципе, тада тоже можно было использовать в данном случае. Здесь просто ва, типа ой, ах. Что-то в данном духе. Мы обычно такое вах и переводим. Потому что надо ещё в конце букву х ставить, как заглушение звука. Вах. Вот. Анляйтеры сделали это дело вот таким способом. Помимо того, что все шрифты были совершенно не те, которые были в оригинале. Ну, вообще они не похожи, как в оригинале. Они ещё, анляйтеры, сделали очень много различных искажений, которые здесь очень лишние. Допустим, кья, да, вот это кья, они сделали волной. Плюс добавили тильду. Использовать тильду это вообще очень-очень некрасиво. Тильда, она нужна не в этих случаях. Тильда, она, у неё совсем иная функция, нежели чем здесь. Но по тильду расскажу уже в следующий раз, когда придёт про волнистую такую линию. Это в следующем видео будет. Итак, значит, кья они сделали волнистую, добавили ещё волнистую тильду. Здесь, допустим, свыше они сделали тоже искажённый полукруглый. Если сравнить с в оригинале, то здесь у нас никакого полукруглости не было. Здесь тоже у нас всё довольно-таки чётко идёт сверху вниз. Здесь тоже чётко всё сверху вниз. Здесь сверху вниз. А это самое они сделали вот так. Здесь они, по идее, должно было идти тоже всё чётко сверху вниз. А на это сделали как-то Т здесь, А здесь, Д здесь. Зигзаком, впрочем, пошли каким-то. Тоже зачем? Непонятно. Вот это ВАХ, допустим, да? Они... Здесь, допустим, это ВАХ. В принципе, если мы поставим... Сейчас, вот так ВАХ. Вот так вот, да? Побольше, почернее сделаем. И всё равно надо было по-русски написать, да? Секундочку. Надо сделать чёрный цвет. И написать слово ВАХ. ВАХ. Я опять не по-русски написала. У меня куча языков на компьютере. ВАХ. Вот так вот. И сделаем ободочку беленькую, чтобы мы это дело видели. Так, окей. То есть, этот ВАХ, в принципе, если мы вот так поставим, вот под таким же углом, то, в принципе, можно прочитать. Это нормально читается, если вот так поставить. Но анляйтеры почему-то решили, что надо сделать не сверху вниз, а снизу вверх пошло. Почему у них такое решение пошло, непонятно. Ну, это ладно, в принципе, это у нас как бы тоже к данной нашей проблеме сейчас не относится. Это больше проблема позиционирования звуков. Что анляйтеры здесь совершенно не соблюдают. Так, здесь мы собираем... Здесь я хотела поговорить про вот эти черточки. Как мы данные четыре случая решили? Сейчас покажу. Повыше, включаем. И вот. Здесь у нас ТА-ДА. Тоже, кстати говоря, это на работку где-то потолще. Косяк мой небольшой. Ну, ладно. ВАХ у нас остается тоже с черточкой. ТА-ДА тоже у нас с черточкой остается. Причем видно, что это... Если есть черточка, то идет у нас пропевание звука. Не просто ТА-ДА. А вот откуда... ТА-ДА. И ТА можно пропеть, и ДА можно пропеть. КЯ идет пропевание. ШИХ идет пропевание. То есть везде идет какое-то пропевание. Допустим, слово ШИХ, звук ШИХ, пропеть его, конечно, сложновато. Но зато мы его как бы удлиняем. Типа ШИХ. Вот так вот, по идее, это должно звучать. Ну, это монопоэтизм и довольно-таки сложная такая штукенция. Надо просто-напросто тренироваться и тренироваться, и в конце концов поймете, что конкретно нужно ставить для одного или другого звука. Далее. Далее у нас еще есть такие примеры знаков пропевания, что они искаженные. Вообще, как бы звуки в манге, ну и в комиксе тоже, они такого плана, что они, помимо того, что это просто какие-то буквы, они еще и своей формой, своей жирностью, своим направлением, своей искаженностью, они все показывают какую-то интонацию, как они продвигаются, в каком-то месте они прозвучали, как громко они прозвучали. Это все можно выразить вот этим вот размерами, жирностью и додалее. И вот здесь у нас знак пропевания. Как видите, он у нас искаженный, он в виде такого зигзага, такого молния небольшой, то есть такой резкий, громкий, такой тыдыщ какой-то получился. Тыдын. Вот. Дальше что? Здесь у нас, получается, она стукнула по башке, и у него типа как пар, допустим, идет, как от какого-то горячего места, какой-то такой звук, и какой-то пар идет, примерно так же, в такой же волне, и идет наш звук пропевания. Вот это вот джи-джик так вот идет. Здесь у нас тоже тишина, тоже, тоже это вот самое, человек тут валяется, его только что стукнули, опять-таки, да, он валяется там, и слово сказать толком не может, но он у нас тоже довольно-таки неуверенно пропевает свой звук как-то. И здесь такая тишина довольно-таки неловкая. То есть не четкая тишина, а неловкая тишина. Есть небольшое такое искажение в ней. Здесь у нас что? Здесь у нас сочетание, значит, пропева какого-то, плюс еще знака пропинания многоточия. То есть, по идее, это как бы звук идет, потом идет пропевание, получается, либо двойное, либо тройное пропевание, и поставили здесь в типографике. То есть, допустим, здесь у нас все это мы рисуем сами ручкой, рукой своей рисуем, как хотим. А вот здесь, секундочку, да, вот здесь, здесь вот получается, это у нас символ на клавиатуре у японцев есть, то есть знак пропевания, и при этом он еще сочетается с многоточием, вот таким способом. Далее, еще такое сочетание есть, как вот такое, то есть, в данном случае у нас идет пропевание не в вертикальной форме, а уже в горизонтальной форме. Пропевание, и после него идет звук отзывательные знаки. Тоже так сочетаться может у японцев, хотя говоря, у японцев есть два знака, ну, приемлемо брать звук отзывательные знаки для штуки. Про это тоже расскажу, но уже в следующем видео это будет новое. То есть, я до этого записала видео про знаки восклицания, как бы общие, там, про историю знаковосклицания, написала, рассказывала точнее. А сейчас еще кое-что расскажу, но уже будет немножко в другом видео, хорошо? Чтобы с тематики на тематику не перескакивать. Едем дальше. Так, вот здесь у нас что, какой пример? Здесь тоже у нас такой довольно-таки миленький, ну, легкий, миленький какой-то звук пропела она здесь. Тоже все, все вот эти вот толщина звука, как он проходит, как этот, как шрифт сам выглядит, это все у нас можно этим самым приводить интонацию. Здесь у нас тоже идет вот такой вот жух, вот такой вот у нас, да, резкий. И тоже у нас, он не плавный, не ровный в одну сторону, как, допустим, вот здесь, а здесь у нас идет дугой какой-то, тоже как часть рисунка. После этого у нас идет маленький отцу и два цвета знака. Ладно, вот про такие, хотя я говорю, волнистые знаки пропевания поговорим уже в следующий раз, потому что это тоже эдакий знак, который также встречается в типографическом виде. То есть это не просто какой-то штрих, который можно было нарисовать от руки, но еще он случается и в обычном тексте. Но об этом поговорим уже в следующей видяшке. Так, на сегодня пока что с данной проблематикой все, что я хотела показать про звуки. Ну и да, ну все, до встречи в следующем видео. Оно будет очень скоро.